Здравствуйте, дорогие невесты! Сегодня мы с вами поговорим об объединяющих традициях, которые лучше проводить во время выездной регистрации брака. Ну а сегодня, чтобы наш выпуск был не столь теоретическим, мне бы хотелось поговорить о песочной церемонии. Пожалуй, она является старейшиной в этом мире объединяющих традиций, хотя сложно так сказать, ведь они появились всего лет 10 назад на нашем российском рынке. Я бы начала с нее, потому что я ее очень люблю. Впервые я провела ее в 2013 году, и сейчас очень многие ведущие и зачастую даже агентства не воспринимают этот обряд, потому что считают его старым, устаревшим, отчасти пошлым. Но я считаю, что такие обряды могут жить вечно, поэтому с удовольствием, ну пускай он будет у меня не на первом месте, но тем не менее, включаю его в наш разбор на первое место, хотя у меня есть другая любимая объединяющая традиция. Кстати, о ней мы поговорим уже в следующий раз. Итак, песочная церемония. Немножко из истории говорят, что она пришла к нам из Кавайских островов, которые известны своими пляжами с разноцветными песками, и поэтому неудивительно, что именно там появилась эта невероятно красивая традиция. Что же она из себя представляет? Церемония, вернее, таинства заключается в том, что жених и невеста засыпают песок, окрашенный в разные цвета, в один большой прозрачный сосуд, рисуя таким образом единственный и неповторимый рисунок своей любви, что символизирует единение двух судеб в одно целое и начало семейного жизненного пути. Что нам нужно для того, чтобы провести эту красивую объединяющую традицию? Два сосуда, разноцветный песок и один общий сосуд в форме сердца или это может быть красивая ваза. Что приятно, что помимо того, что вы рисуете индивидуальный рисунок, который не похож ни на что, возможно, только на очертания вашей любви, на грани вашей любви, вы создаете еще и первую семейную реликвию во время выездной регистрации, то есть самый кульминационный момент, момент рождения семьи. И это, конечно, дорогого стоит. Плюс ко всему, этот обряд смотрится очень красиво и эффектно, не только во время церемонии, но и потом на видео. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Что касается этих наборов, вы можете заказать их у специализированных людей, которые занимаются изготовлением наборов для песочной церемонии. Да-да, представляете, такие есть. Либо вы можете изготовить эти наборы самостоятельно. Все, что вам нужно, посетить один из супермаркетов творчества, не знаю, Леонардо или что есть в вашем городе. Там достаточно много вариантов и сосудов, и разноцветных песков, да и вообще всего того, что вам понадобится для проведения песочной церемонии. Также я бы хотела рассказать вам о формах песочной церемонии. И если вы обратите внимание на те фотографии, которые подготовила я для вас, то вы увидите, что в качестве сосуда, где могут объединяться песчинки, вы можете использовать не только вазу, но еще и полую рамку. Очень эффектно смотрится, особенно если на этой рамке будут выгравированы либо ваши инициалы, либо будет помещена семейная фотография. Также я бы хотела рассказать о том, что вы можете создавать рисунок не из двух цветов, а, например, из четырех. Для этого вам понадобится четыре сосуда. Либо вы можете задействовать во время песочной церемонии, либо своих свидетелей, либо ребятишек. Особенно хорошо такие обряды проходят во время семейных церемоний, посвященных свадебным годовщинам, например, на десятилетия или на двадцатилетия. Ну или, например, вы можете пригласить к участию своих родителей. Если у вас особенные теплые отношения, то вы можете создать первую семейную реликвию на всю вашу большую семью. Кстати, данная реликвия может храниться как у вас, так вы можете в ходе банкета ее презентовать самым дорогим и близким. Также, что касается песочной церемонии, ее зачастую, как-то так повелось, выбирают те пары, которые познакомились либо на море, либо на отдыхе, и их история любви ассоциируется с морем, солнцем и песком. Либо те пары, которые проводят свою выездную регистрацию на берегу моря или на берегу реки. Очень красиво, очень эффектно смотрится, а самое главное, что вы этим обрядом создаете свой неповторимый рисунок песка и тем самым первую семейную реликвию. Начинайте этим обрядом свою историю. Кто знает, может быть, эта традиция будет передаваться из поколения в поколение? В общем, берите на заметку и, конечно, воплощайте мечты в реальность. Сегодня мы с вами разобрали такую красивую традицию, как песочная церемония. Узнали о том, что нужно для нее для того, чтобы провести, когда ее лучше проводить, и, конечно, как это сделать. Ну и даже поговорили о том, где вы можете взять аксессуары для проведения обряда. Поэтому берите на заметку, изучайте тот файл, который я отправила. Уже в следующий раз мы разберем с вами винную церемонию. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Буду рада вашим комментариям. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Ну, а мы встретимся уже в следующий раз и поговорим о моем самом любимом обряде, который называется винная объединяющая традиция. Что же это такое? Узнайте в следующий четверг. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok